На театральной площади заметное оживление. Фонтану маски сбрасывают зимние обличия. Пластиковый кожух и вечернюю иллюминацию. На очереди техническое обслуживание. Сбор мусора и пыли с чаши, мойка площадки. Установка форсунок и двигателей – второй этап. Только после этого фонтан наполнят водой для проверки. Вся основная техника трубы, то что касается, они все сливаются, то есть они переносятся нормально. Вся техника, то что касается счетчиков, то что касается насосов, они снимаются, конечно, на зиму, они здесь не остаются. Потому что они, конечно, могут прийти в негодность. Перезимовали они у нас на базе, перезимовали хорошо, все нормально. Я думаю, что без каких-либо вопросов мы запустим все в слух. Помимо этого, на балансе дирекции благоустройства города еще семь фонтанов. На площадях Победы и Соборной по два фонтана у цирка и на площади Ленина, а также фонтан на московском шоссе. Их подготовка сотрудники дирекции благоустройства уже тоже занялись. Они у нас все имеют защитный кожух на зиму, все они сейчас потихонечку начинают сниматься. Вчера уже были проведены снятия защитного кожуха на фонтане у цирка, так называемый фонтан Лоси. Он уже, в принципе, подготовлен, там уже установлено оборудование. Сегодня вот театральная площадь. Затем переходим в площадь Ленина и непосредственно потом световой фонтан на площади перед МКЦ. И завершаем этот самый у нас такой большой фонтан, самый новый, это перед ЗАГСом на московском. Ослабление пандемии в этом году позволит все ближайшие весенние праздники отмечать традиционно, с народными гуляниями, шествиями, парадом победы. Поэтому расконсервация пусть и постепенная, но ускоренная. Срок до 1 мая. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».